Наше решение перейти на биткоин является одновременно тактическим и логичным. Наша валюта всегда была боксерской грушей для международного валютного фонда, который всегда заявлял, что кенийский шиллинг переоценен. Это привело к слишком большому давлению на нашу валюту, что отрицательно сказалось на экономике. Мы теряем слишком много просто потому, что кто-то в международном валютном фонде проснулся не на той стороне кровати. Биткоин положит этому конец. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В 2015 году Центробанк Кении опубликовал предупреждение о рисках и опасностях биткоина. В целом оно почти никак не отличалось от других подобных предупреждений в то время. Подобный шаг от Центробанка этой африканской страны указывал лишь на то, что он всеми силами пытался удержать население в собственной национальной финансовой экосистеме. У правительства Кении в 2015 году были большие опасения, что в долгосрочной перспективе население будет искать другие финансовые альтернативы. Такие опасения и не удивительны. Дело в том, что и в 2015, и в 2021 местная национальная валюта переживает состояние жесткой гиперинфляции и девальвации. Поэтому предупреждение ЦБ Кении о биткоине в 2015 году можно было расценивать как признак роста популярности биткоина в этой африканской стране. Если мы посмотрим на объемы биткоинов на localbitcoins.com в Кении, то увидим, что с 2015 года популярность биткоина просто зашкалила, и сейчас она находится у исторических пиков. Состоянием на 2017 год Кения внезапно оказывается одной из стран-лидеров по использованию биткоинов на континенте. А национальные средства массовой информации рассказывают о биткоине, что приводит к высокому уровню осведомленности о криптовалютах в этой стране. Итак, запомнили, в 2015 году ЦБ Кении находится в шаге от того, чтобы вообще запретить биткоин на территории страны. Теперь, еще один интересный момент, который нужно привязать к этой теме. Это Кристин Лагард и Европейский Центральный Банк. Во время телефонной конференции 10 февраля 2021 года Кристин говорит о том, что не может быть и речи о том, чтобы центральные банки использовали биткоины в качестве резервов. Я приведу ее цитату. Она сказала, что это очень маловероятно. Я бы сказала, что об этом не может быть и речи. Кроме этого, она убеждена, что биткоин не может быть настоящей валютой. По ее мнению, эта криптовалюта используется для какого-то забавного бизнеса, включая отмывание денег, конечно же. Однако, даже она понимает, что пандемия заставляет мир быстрее двигаться в цифровую эпоху. Именно поэтому Еврозона ожидает запуск цифрового евро спустя максимум 4 года. Итак, 10 февраля 2021 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагерд заявляет, что выбор биткоина в качестве резерва центральными банками крайне маловероятен. Можно сказать, что по ее мнению, это просто фантастика. И спустя всего лишь один день, 11 февраля 2021 года, центральный банк все той же Кении, о которой мы говорили в начале видео, заявляет о том, что они тестируют биткоин в качестве своей резервной валюты. О, как за 6 лет официальная позиция Кении кардинально поменялась. Биткоин, по мнению центробанка Кении, может решить проблемы страны из-за девальвации национальной валюты. Центробанк Кении заявил о кардинальных и радикальных планах перейти на биткоин. Здесь нужно поставить три восклицательных знака. Национальная валюта Кении, шиллинг, с 2010 года потеряла 50% своей стоимости по сравнению с долларом США. И только за последний год курс шиллинга упал почти на 10% против доллара США. Да, дела в Кении на самом деле не очень. При населении в более чем 50 миллионов человек, ВВП на душу населения всего лишь 1700 долларов. И пандемия явно не пошла на пользу. Исходя из всего этого, Нью-Роге, глава центробанка Кении, считает, что биткоин может положить конец страданиям Кении. Биткоин – это решение проблем национальной валюты раз и проблемы иностранного влияния два. Наше решение перейти на биткоин является одновременно тактическим и логичным. Наша валюта всегда была боксерской грушей для Международного валютного фонда, который всегда заявлял, что кенийский шиллинг переоценен. Это привело к слишком большому давлению на нашу валюту, что отрицательно сказалось на экономике. Мы теряем слишком много просто потому, что кто-то в Международном валютном фонде проснулся не на той стороне кровати. Биткоин положит этому конец. Итак, Кения может стать первой страной планеты, которая перейдет на биткоин на официальном уровне. Это просто потрясающее событие, что вообще происходит. Спустя день после категорического заявления Европейского центрального банка о невозможности хранить биткоины в качестве резерва, Кения внезапно может стать первой страной мира, которая это сделает. И примеру которой могли бы последовать многие другие страны, особенно те, которые переживают похожие события и проблемы. Министр экономики Кении сказал, Никто не ожидал, что правительство бросится вперед, и этот шаг правительства Кении застал мир криптовалют врасплох. Мы ожидаем, что за ним последуют и другие правительства, но Кения уже на шаг впереди остальных. Что ж, ребята, если бы мне три года назад сказали, что я буду читать такие заголовки, я бы в жизни в это не поверил. В любом случае, если Кения в итоге примет биткоин в качестве резервной валюты, то это может иметь немедленное и драматическое влияние на скорость принятия биткоина, ну и конечно же, на его цену. А на этом все, меня зовут Богатище Ди, если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 4000 лайков, это помогает каналу расти, меня мотивирует на создание новых роликов. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, комментируй, делись видео с друзьями и обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok